Истории о мужестве и утрате в Минске презентовали книгу, посвященную судьбам вдов, детей, родителей военнослужащих, погибших в Афганистане. Презентация книги «Память и долг хранить вечно» не случайно состоялась в День Отца. Работа над изданием продолжалась долгие 7 лет. 24 – неподдельные истории, посвященные 25 судьбам тех злосчастных дней. Это была инициатива нашей организации, для нас это память, но сегодня у нас такая сложная обстановка, и мы не знаем, что будет завтра. И я думаю, что эта книга нам поможет понять, что нужно любыми методами, любыми средствами избежать войны. Материалы собирались словно по крупицам военным журналистам. В книгу вошли не только воспоминания близких, но и документы, личные дневники, фотографии и письма погибших. Когда я читала первые письма, у меня был такой немного стыд, наверное, да, вот как заглянуть в чужой карман или в чужую переписку. Но потом я поняла, что это необходимо, необходимо для того, чтобы сохранить память об этих людях, передать. И эти личные письма, они, конечно, трогали до глубины души. Все эти статьи, это было такое своеобразное, наверное, подведение итога всей моей службы, и это самое главное достижение. В атриуме торгового центра столицы не было свободного места, а в особые моменты гости вставали и не сдерживали эмоций. Практически все героини и герои этих книг навсегда увековечены на страницах истории. Жена военного – это не просто жена, это боевая единица, которая обеспечивает тыл, а от терпения и мудрости жены зависит успешная служба мужа. Мы вживались очень быстро в эту жизнь, ехали, куда приказ будет отдан, без всяких размышлений и без сожалений мы ехали за своими мужьями. Книга не предназначена для продажи, найти ее можно будет в библиотеках. Первые экземпляры символично вручили вдовам и матерям героев, чьи истории описаны в книге. Полина Макейлу на Глинистое агентство Минск Новости.